Давайте откроем филиппийцам. С 29 стиха. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него. Ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Смотрите, некоторые люди думают, что вера приходит от того, насколько я знаю Слово, знаю Библию. Знание, оно не дает веры. Знание, оно надмивает тебя, оно превозносит. Кто же дает тебе веру на самом деле? Настоящую веру и веру Божью дает только Бог. Ты не можешь ее приобрести в магазине. Ты не можешь ее приобрести в церкви. Ты не можешь ее иметь, потому что тебе захотелось. Настоящая вера приходит от Бога. Послушайте еще раз внимательно. Даже если ты приложишь все усилия, всю силу, ты не будешь иметь веры. Некоторые люди, я вчера слушал одного проповедника, и мне так резало слух, ты должен веровать, 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 веровать. И я не понял, о чем он говорил сначала, потому что он говорил о вере в человека, вере в друг друга, вере в человеческой. Послушайте, когда мы приходим к Богу, я не хочу иметь человеческую веру. С моей человеческой верой я достиг некоторых вещей, которые мне не нравятся. Потому что у каждого из нас есть вера. Но Бог уделил нам веровать в Него. И Он дал нам меру веры для того, чтобы мы веровали в Него. Куда я прикладываю эту веру? Вы знаете, некоторые люди, многие думают, что вера приходит от того, что вот сверхъестественным образом, я сейчас начну читать Библию, она придет ко мне. Здесь говорится о страдании. Вы знаете, что вера наша пришла от страдания Иисуса Христа. Еще раз скажу, твоя вера пришла не от того, что ты достиг чего-то, а потому что Иисус Христос умер на кресте за тебя. Вы знаете, в бытие говорится о Адаме, который гулял с Богом, он общался в тени сада. И ему не нужна была вера. Вера ему понадобилась тогда, когда он согрешил. Вы знаете, людям вообще не нужна вера. Они сами в космос летают. Они сами под себя стул подставляют и садятся на него. Им не надо веры. Вера, которую нам проповедуют и говорят, это самовнушение. Нам нужна вера Божья, которая меняет нас в корне и изменяет весь мир. То слово, которое Бог сказал, оно будет действовать. Хотим ли мы этого или не хотим? Слово Божье действенно. Но послушай внимательно. О чем я хочу тебе сказать? Что тебе нужна вера Божья. И мне нужна вера Божья. Вера, которая по-настоящему спасает. Вера, которая приводит тебя в движение, которая исцеляет тебя и благословляет тебя. Вы знаете, сегодня некоторые уверовали в Него. Но они уверовали потому их, как научили. Но тебе нужно приложить усилия, чтобы найти веру Божью. Я понимаю Адама, который не вышел к Богу. Он чувствовал себя нагим. Он видел себя нагим. И у него не хватало веры покрыть себя, чтобы явиться перед Богом. Вы знаете, пока Бог не покрыл его наготу, пока Бог не освободил его, не исцелил его, он не смог войти в присутствие Божье. Вы знаете, мы этот Адам, который имеет сегодня вот это откровение веры Божьей. Сегодня тебе нужно войти в веру Божью. Каким образом? И Библия говорит, через страдания. О! Но какое страдание мы сегодня познаем? Вы знаете, я сегодня стою и смотрю на крест Иисуса Христа, и я не осознаю, что через это страдание я имею доступ. Еще раз. Через страдания Иисуса Христа я имею доступ к той благодати общения с Богом. Имейте веру Божью. Вера Божья, которая приходит в мою жизнь, она не приходит, потому что я напрягся, потому что я что-то решил для себя. Вера Божья пришла, потому что Он захотел. Он захотел и явил свою благодать мне. Явил свою милость. И давайте откроем еще Ефесянам. Быстренько. Ефесянам. Вторая глава. И вас, пятый стих. Мертвых по преступлению, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас. Скажи, вера не от нас. О, супер. Мне нравится это теперь. Это не от тебя исходит. Это не твои потуги. Это то, что тебе подарено. Как ты пользуешься той верой, которую ты имеешь сегодня? Ты можешь, конечно, направить на хорошее времяпровождение, потому что у тебя есть благодать, временная благодать, для того, чтобы ты нашел. А можешь за эту благодать получить гораздо больше. Почему? Потому что он говорит, мы ради Христа не только должны веровать, но и что? И страдать. Послушайте, о каких страданиях он говорит? Не о тех страданиях, что мы себе представляем. Знаете, некоторые думают, я должен болеть, я должен еще что-то. Страдания, которые приходят от труда. Некоторым надо потрудиться над собой. Павел в другом месте говорит, вы еще не до крови сражались. Есть моменты, когда мы должны приложить усилия и приложить усилия в своей жизни. Но это не есть наша вера. Это когда мы сражаемся, когда мы воюем, мы снова и снова умираем. Страдания, которые приходят в нашу жизнь, это когда я не хочу делать, но я делаю. Вы знаете, когда я осознаю, что я не могу, но есть благодать, которая меня подталкивает на это. И вы знаете, интересно, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар. Скажи своему соседу, у тебя есть Божий дар. Веровать. Смотри, Божий дар веровать. Божий подарок дан каждому человеку. Как мы читали раньше, Он дан тебе, Он дан мне. Божий подарок дан каждому человеку. И как Он приходит? Он приходит не от того, что ты узнал что-то, а через благовествование. Распространяя Евангелие. Сегодня некоторые слушают о том, что Иисус пошел на крест. Я это знаю. Послушай внимательно. Не знания тебя спасают, а принятие того благовествования. Принимаешь ли ты благодать ту, которую в твоей жизни Бог хочет явить? Еще раз задам вопрос. Принимаешь ли ты ту благодать? Слушай внимательно. Когда Бог говорит, что Он в твоей жизни хочет что-то творить, и ты знаешь, ты говоришь, ну, не знаю, у меня еще нет времени, я думаю, мне надо погулять, мне надо... Послушай внимательно. Когда Бог говорит, я должен принять это, чтобы моя жизнь, она стала измененной, чтобы она менялась. Потому что вера приходит от того, насколько я принимаю эту благодать. Послушайте внимательно. Слово Божье. Ты можешь знать. Ты можешь осознавать, что ты имеешь знания, но это не есть вера. Веру принимают. Веру принимают, как дар и подарок от Бога. Тебе дали сегодня подарок. Как ты с ним поступишь? Ты поставишь его на полку? Ты решишь с ним пойти в магазин, купить что-то другое? Тебе дали подарок, который может привести тебя в жизнь вечную? Что ты будешь делать с ним? Тебе надо вопрос. Что мне нужно для того, чтобы спастись? Вы знаете, мне нравится, когда Иоанн описывает ситуацию с Иисусом Христом. Давайте откроем это. Мне нравится Евангелие от Иоанна. 28 стих 6 главы. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье. Скажи, вот дело Божье. Кому-то нужно сейчас дело Божье начать делать дело Божье, приложить усилия над собой. Вы знаете, дьявол обманщик, он говорит, а правду ли сказал Бог? А правду ли говорит Бог? Он под сомнение поставил Слово Божье. Вы знаете, не плод проблемой был, а сомнение, которое допустил Адам и Ева в словах Божьих. Как только я допускаю сомнение в Слове Божьем, непринятие того слова, у меня вера, она что? Оскудевает. Петр, я молился о тебе, он говорит, чтобы не оскудела вера твоя. О чем он молился? О том, что вера его может оскудеть. Любого человека вера может оскудеть. По какой причине? Потому что тот подарок, который дан тебе, ты просто не ценишь, не дорожишь тем, что пришло в твою жизнь. Поэтому Петр говорит, умножь нас веру. Я хочу умножение веры. Я знаю, что она не от меня исходит. Я знаю, от моего напряжения это не произойдет. Я хочу умножение. Господи, я хочу, чтобы ты умножил во мне веру. Он говорит, подожди, немножко. Есть то умножение, которое приходит в твою жизнь, но оно приходит через то, насколько ты принимаешь, что Бог даровал тебе. Этот мир говорит одно, Бог говорит другое. Вы знаете, верить в то, что ты богат, когда ты богат, не имеет смысла. Поверь в то, когда ты беден, богат. Потому что Слово Божие скажет, бедный скажет, я богат. В тот момент, когда вера приходит в твою жизнь, ты называешь несуществующее, как существующее, потому что Бог подарил тебе что-то. И не надо много. И не надо очень много. Потому что тебе нужно совсем малость. У кого-то не получается что-то, не выходит. Вы похоронили себя уже. Послушай, подготовься страдать. Тебе надо подготовиться страдать. Потому что верующие люди в этом мире, они все страдают. Я еще не видел ни одного верующего человека, который бы не страдал в этом мире. Потому что этот мир не принимает веру Божью. Знаешь почему? Потому что когда ты скажешь то, что ты веришь, все скажут, он ненормальный. Не может такого быть. Или как это может быть? Когда ты будешь говорить, философствовать по Слову Божьему, все скажут, классно. Вы знаете, суди многие цитируют Писание. Вся юриспруденция идет от Слова Божьего. И она идет, начало, берет начало от Слова Божьего. Бог благ. И для этого мира они взяли что-то. Но это не есть вера Божья. Это вера человеческая. Вы знаете, все им движется, существует и сотворено. Бог, Он все во всем. Но вера Божья, она творит чудеса. Сегодня тебе нужно поверить в то, что Бог может сделать в твоей жизни, и Он изменить может тебя. Кто-то говорит, люди не меняются. Слушай внимательно. Если Бог сказал, я буду с тобой, я дам тебе подарок, который никто не отнимет у тебя. Если ты не отдашь, тебе дали вечную жизнь. Тебе дали свободу. Что нужно делать? Исповедуй это. Борись за это. Говори это. Вы знаете, некоторые этим подарком не ценят. Нам дан Иисус. Нам дан Господь. И вы знаете, кому Он был прислан? К евреям. Те, которые должны были оценить тем подарком. Но дарами люди не ценят. Но те, которые оценили этот дар, дар спасения, Библия говорит, те, которые взяли его, подарок, который дарован от Бога, те, которые начали исповедовать, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Знаете, есть то, что побеждает меня, когда я начинаю говорить. Если я говорю в свою жизнь, неверие, оно начинает работать во мне. И вера в моем сердце, которая дана мне и подарена мне Богом, она оскудевает. смотри и замечает то, что ты говоришь. Это невозможно, это не получится, это не выйдет. Или ты говоришь, все могу в укрепляющем меня. У меня все выйдет, потому что Господь подкрепляет меня. Он дал мне дар, Он дал мне подарок. Послушай, тебе дана вечная жизнь. Что ты делаешь с этой вечной жизнью? Ты думаешь, ну, я должен ее хотя бы сохранить. Это подарок. Я должен ее распространить. Я должен рассказать кому-то о ней. Я должен привезти кого-то ради этого. Потому что этот подарок, он не только для меня. Ты знаешь, что он не только для меня? Он дан каждому человеку. Сегодня тебе дана вера. Для чего? Для того, чтобы побороть себя, выиграть это сражение. Ты боролся один. Но с Богом вера Божья, она говорит, что ты уже не один. Вера человеческая говорит, ты еще один. Разница между верой, которую исповедуешь, и верой Божьей. Ты не один. Вы знаете, разница между тем, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, вера Божья, она должна изменить твое мышление. Она должна изменить тебя, потому что ты уже разговариваешь, как будто не с собой. Ты советуешься, и советник твой. Слово Божье, которое говорит в тебе, Господь, который говорит в тебе, имейте веру Божью. Вы знаете, они спросили его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Некоторые думают, что дело Божье, оно происходит из-за того, что я начинаю, ну, трудиться для Бога. Дело Божье начинается с веры. Любое дело начинается с веры. Если ты думаешь, что ты в деле Божьем, значит, ты веришь тому, что Бог говорит. Еще раз, давайте откроем Ефесянам. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Откройте Ефесянам вторую главу. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Скажи, не от дел. Я ничего не могу сделать, но дела, они говорят обо мне. Послушайте внимательно. Вот дело Божье, чтобы вы веровали. Вера приходит не от меня. Я должен принять ее. Вера приходит не от меня. Я должен просто принять ее, чтобы Бог Иисус Христос пришел и умер за меня на кресте. Послушайте, это подарок, это подарок твой. Самый лучший подарок, который может быть и представить человек. Но послушайте внимательно. Ибо мы Его творение из того момента, как ты начинаешь верить, ты становишься Его мне нравится. Мы Его творение. Еще раз скажи это. Не тварь, а творение. Потому что слово творение говорит, что Он не закончил. Мы Его творение. Он творит нас. Слово создан говорит о законченности. Созданы. И Он вложил в тебя, что ты будешь делать до самого конца. Творение, которое создано. Он запланировал тебя еще до того момента, как ты даже мог себе представить. послушай внимательно. Ты должен взять эту веру на себя. Ты должен взять эту веру в свое сердце и начать говорить. Начать чувствовать, ощущать, как Бог говорит о тебе. Послушай дальше. Итак, на добрые дела, которые Бог предназначил, есть то предназначение, которое ты должен исполнить. Есть то предназначенное, что ты должен исполнить. Скажи, предназначенное. Мне нравится предназначение. У каждого есть предназначение. У этой кафедры есть предназначение. Она должна держать Библию. О, на нее не поставишь вот здесь вот воду, она вылится, на нее нельзя становиться, неудобно. Хотя можно попробовать. Вы знаете, некоторые свое предназначение они исполняют в этом стиле, они делают то, что не должны, и им неудобно. Вы знаете, что Бог предназначил тебе дело доброе, которое тебе будет нравиться, и тебе будет удобно. Ты будешь получать от этого удовольствие признаком того, что ты не в своем деле. Вы знаете, значит, ты не получаешь удовольствия. Сюда пришли люди, многие люди пришли из разных мест. Вы приехали, вы съехались, вы сейчас сидите в служении. Но вспомните, почему вы пришли в церковь. Потому что вам было хорошо и удобно в жизни. Не от удобства вы пришли. К Богу вы пришли не от того, что вам было классно. Здесь вы стали на свое место. Но в какой-то момент, когда у вас пошатнулась вера, вы стали занимать не то место, которое должны занимать. Проблема многих, кто теряет веру, они начинают делать дело не Божье. Тебе нужно возвратиться, откуда ты не спал и творить прежние дела. Что значит возвратиться? Возвратиться в состояние веры, в состояние чудес. Когда ты выполняешь свою функцию. Библия не падает с кафедры, ей удобно здесь. И тебе будет приятно и удобно от предназначенного. Ты будешь получать удовлетворение от своей жизни. Многие люди не удовлетворены. Знаешь почему? Ты не нашел себя. Ты перестал задавать вопросы, где я должен быть. Помните, Павел говорит, я молился, чтобы прийти мне туда-то. Я молился, чтобы ехать мне туда-то. Но Бог не допускал меня. Дьявол противился мне. Вы знаете, часто он говорил, что я молился. Почему? Потому что в деле Божьем надо молиться. Надо просить у Бога откровения. Куда тебе идти? Что тебе делать? Не останавливайся. Многие остановились в вере. Прости. В прогрессе. И они в удобном положении. Вместо того, чтобы пострадать. Знаете, что такое страдание? Это когда женщина рожает. Вот это страдание. Кто из вас понимает, что женщина страдает, когда она рожает? Нормально, да? Никто не слышал под роддомом. Я слышал. И в роддоме. А кто-то там был? Кто-то доктору говорил. Если ты еще раз мне крикнешь, я тебе морду набил. А доктор Астроги там. Тушься. Вы понимаете, что страдания, о которых я говорю, что они дают вам благословения, ради которых вы должны делать определенные вещи, определенные действия в своей жизни. Они благословения, страдания, они благословения для вас. И это ты не обойдешь. Если ты думаешь, если ты думаешь свилять где-то, если ты думаешь не проходить эти страдания, послушай внимательно. Не пройдешь. Бог будет все равно возвращать тебя снова и снова на тот же круг. Покорность, послушание. Вы знаете, 40 лет ходить в одном и том же месте, возле одной и той же горы, пока они не научились. Я войду в эту землю, я победю. Буду побеждать. Да? Я буду побеждать, чтобы мне это не стоило. Ты крутишься вокруг этого. Знаете почему? Потому что Бог хочет дать тебе и подарить веру. Еще раз. Подарить. Скажи своему соседу. Подарить веру. Он не дарит ее просто так. И не всем он дарит. О! Дана вера всем через Иисуса Христа. Но не все ее принимают. Послушайте, только сильные люди могут. Все говорят, да, в церковь ходят слабые. Расскажите мне. О слабости. В церковь ходят сильные люди, которые приняли веру, которые готовы пострадать, которые сильны для того, чтобы меняться и изменять свою жизнь. Поэтому я говорю, рассмешили. Вы меня рассмешили. Если вы говорите, что слабые ходят в церковь, послушайте внимательно. Приди сюда. Покайся. И начни исполнять волю Божью. И кто тогда слабак? Кто слабак? Но мы не преодолеваем это своей силой. Все мы это делаем силой возлюбившего нас. Иисус, Он сотворил в нас веру. Я вам хочу сказать дальше. Ибо мы, Его творения, созданные во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил, нам исполнять. Снова. Мы, Его творения. Это незаконченное. Незаконченное. Он творит нас. Это когда Он уже что-то запланировал тебе. Он закончил твой план. Он знает, где ты упадешь. Он знает, где тебе соломку подстелить. Он знает, что тебе нужно. Он знает, когда ты встаешь, когда ты ложишься. Он знает, что ты можешь и что не можешь. Но ты в Его плане. И Он все равно предназначил тебе исполнять Его дела. Бог благословляет тебя. Дальше интересно. Итак, помните, что вы некогда язычники. Отчуждены, отдалены, не знающие Бога. Сегодня снова можем возвратиться туда же. Знаете, в чем язычники? Они не знали Бога. Они верили своей верой. Они находились в своем. Они были обрезаны не по плоти. По плоти. Может быть, неправильно. А теперь во Христе мы имеем что-то. Смотрите, что такое во Христе? Это ходить в вере. Это находиться в вере. Быть во Христе. Тот, кто во Христе, тот новое. Скажи, новое. Новое. Бог творит новое. И Он говорит о новом. И мне нравится, когда о Петре он молится, и он говорит. Я молился о тебе, Петр. Я молился о тебе, Петр, чтобы вера твоя. Тебе был дан один шанс. У тебя была вера. Помните исповедание Петра, и он сказал такое слово. Он сказал, что ты сын Бога живого. Не плоти и крови открыли тебе, но Отец сущий на небесах. У него была вера от Бога. Откровение Божье. Вера, которую подарил ему Бог. И он мог эту веру просто. Всемогущий Бог. Открылся ему. Откровение Божье пришло в его жизнь. Сегодня к некоторым пришло откровение Иисуса Христа. Некоторые имеют это откровение. Но знаете, в чем остановились? Перестали творить дело. Которое он предназначил. Делаем свое дело. Делаем свои дела. Живем своей жизнью. Как запланировали. И вера начинает оскудевать. Вера начинает оскудевать. Пойду ловить рыбу. Пойду заниматься своими делами. Бог предназначил тебе царствовать. Бог предназначил тебе быть сыном. О, пускай ты не чувствуешь. Пускай все говорят. Но если ты начнешь это исповедовать в своей жизни, начнешь верить в Слову Божьему и тому подарку, который Бог тебе дал, твоя жизнь начнет меняться. Потому что Словом Божьим все существует и сотворено. Все стабильно. И вы знаете, часто люди не видят стабильности только по одному, что Бог не является главой в их жизни. что бы со мной не происходило с Богом стабильно, что бы не было есть стабильность, я спасен, я исцелен, я благословлен, что бы мне не говорила моя плоть. Что бы жизнь не диктовала мне, я все равно буду исповедовать то, что говорит Бог. Некоторым надо все оставить ради того, чтобы приобрести веру Божью. И знаете, что оставить? Свою веру. Пока ты имеешь свою веру, на улице я спрашиваю людей, они верят. А хочешь иметь веру Божью? Тебе нужен Иисус. Тебе нужно приобрести Иисуса Христа как своего Спасителя. Нам дана власть веровать и страдать с Ним. Нам дана власть веровать и страдать с Ним. Некоторые люди не понимают, как это веровать и страдать. Потому что они страдают без веры. А я хочу верить сначала и страдать. Потому что эти страдания ерунда. Потому что я верю. Потому что кратковременные страдания. У некоторых вечные. Давайте еще раз откроем Иван Лео. От Иоанна 6 глава. Я заканчиваю. 40 стих. 6 глава 40 стих. Воля пославшего меня есть та, что всякий видящий Сына и верующий в Него можно видеть и не веровать. Можно видеть и не веровать. Смотрите. всякий видевший Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. можно видеть и не веровать. Я не хочу, чтобы мы имели видение, имели представление, имели знание о Боге, но не веровали в Него. Потому что многие сегодня знают, но имеют свою веру. Оформленную. даже правильную с моральной точки зрения, но с духовной точки зрения она ничего не несет. Они живут своей жизнью. Они ходят ради себя в церковь. Они не живут ради Бога. Потому что вера Божья это жить уже не ради себя, а ради того, кто умер и воскрес за тебя. Он умер и воскрес. Он умер на кресте из-за того, чтобы ты был спасен. Если у тебя сегодня вера твоя, чтобы только получить все от Бога и достаточно, ты будешь приходить, даже играть в церкви, петь или еще что-то делать, но как-то мертвенько. Знаешь почему? Ты не идешь дальше, ты не двигаешься дальше, потому что вера Божья творит дела Божьи. Она низводит присутствие Божье в твою жизнь. В твоей жизни все бурлит, оно меняется, оно благословенно. И я не говорю, что ты будешь жить хорошо с точки зрения этого мира, но я говорю со стороны и с точки зрения Божьего, у тебя будет все прекрасно. Просто мне нравится Иисус. Мне нравится то, что Он сделал. И я хочу, чтобы ты понял, Он родился в самой богатой семье. Он царь. Но Его богатство было не в том, что мы представляем. Не в доме, не в машине, не в квартире. Его богатство было в вере этой женщины, которая его рожала. Некоторые люди не понимают, что вы богаты. Потому что вы всех можете обогатить. Ваше слово да, да, нет, нет. Вы знаете, когда родился Иисус, волхвы даже пришли, которые увидели звезду к Нему и принесли золото, ладан и смирну к этой женщине, которая веровала. Мне нравится Иисус, потому что Он нес эту веру и люди, которые веровали, и Он спрашивал, веруешь ли, что я могу это сделать? Потому что некоторые сегодня приходят в церковь и они не верят тому, что Бог может в их жизни что-то изменить. Иоанну пришлось приготовить их. Сегодня некоторым надо поверить, что твоя жизнь может измениться, ты можешь измениться, потому что есть тот, который меняет по-настоящему, тот, который пришел в эту жизнь. Веришь ли этому? Веришь, что Иисус дает тебе по-настоящему? Он наполняет твою жизнь? О, я богат, я счастлив, я силен, я сверхблагословен. Послушай внимательно, что ты сегодня видишь, что ты сегодня говоришь в свою жизнь? Некоторые сидят на разбитом крыте, они, у меня вот это не получилось. Послушайте, я просто представляю, когда Мария едет на осле и ей уже рожать. И ситуация, ее муж не может побеспокоиться и позаботиться даже о том прекрасном здании, в котором могут они рожать. И она не истерику устроила ему, скандал не устроила ему. Знаете, почему? Потому что она знала, что она вынашивает, кого она вынашивает. Она знала, что у нее подарок. Если вера твоя, то и жизнь твоя, она по-настоящему изменит тебя. И вы знаете, по сути дела, она родила себе проблему, от которой которая потом страдала. Вера, которую ты рожаешь в своей жизни, она приводит к тебе к страданию, но послушай, она и сделает тебя, она сделает тебя способным, она изменит тебя. Вы понимаете меня? Тебе надо родить по-настоящему веру, что ты будешь исполнять волю Божью. Она исполнила волю Божью, и это сделала ее. еще раз говорю, она исполнила волю Божью, и это изменило ее. Что тебя меняет? Вера Божья в делах. Исполни то, что Бог сказал в твою жизнь. Вера Божья в делах. Аминь. Слушай внимательно. Некоторые сидят тут пастыря, которые не не стали еще пастырями, служителя, которые не стали служителями. Некоторые евангелисты сидят и ждут, пока их поднимет кто-то и скажет, ну пошли вместе со мной. Слушай внимательно. Тебе не надо денег для этого, тебе не надо возможностей для этого, тебе вообще не надо ничьего благословения, потому что меня не благословляли. Я просто пришел и начал делать. Я не ожидал, что это получится, но то, что получилось, оно делает меня до сих пор. И я вам хочу засвидетельствовать, я вам рассказываю не о том, что я не пережил, я живу этим. Потому что если бы я не делал этого, оно бы не меняло меня. Что меняет? Это вера Божья. Скажи, вера Божья, она будет менять тебя всю твою жизнь, пока ты не встретишься с Ним, пока ты не придешь в присутствие Божие и не скажешь, вот я все сделал, как ты сказал мне. Я все исполнил, дай мне, что причитается. Аминь. Послушай внимательно. Теперь я попрошу тебя что-то сделать. Тебе нужно принять эту веру, и это не от тебя, это Божий дар. Еще раз говорю, это не от тебя исходит, это не от меня исходит, это Божий подарок. Тебе заново надо переосмыслить свою жизнь, иначе делать дело Божье. Потому что вера без дел, скажи, вера без дел, вот некоторые вынашивают в себе мертвость, но я не хочу, чтобы вы вынашивали мертвость, как Елизавета. Она омертвела. О, у нее не было детей. Ей говорили, у тебя утроба омертвевшая. И она скрывала, и ребенок не бился даже. Кто-то говорит, что она не знала, жив ли ребенок или нет. Пока не пришла Мария с такой же верой. И взыграл младенец. Библия говорит, он начал стучаться во все стенки там. Что ей пришлось пророчествовать, Дух Святой сошел на нее. Вы знаете, часто тебе надо поддержка и укрепление веры. Тебе нужно кто-то, чтобы кто-то поддержал тебя в вере. Потому что та мертвость, которую ты носишь, вокруг тебя не с кем даже поговорить. Тебе надо такие же безумные люди, с такими безумными идеями. Поэтому мы ходим в церковь. Поэтому мы служим. Мы безумны Христа ради. Слушай, вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Кого Он послал в твою жизнь? Иисуса Христа, оживи. Оживи то, что было мертво в тебе. Слово, которое пришло в твою жизнь, но ты его похоронил, скрывал, никому не рассказывал. Начни пророчествовать снова в свою жизнь. Начни говорить то, что Бог исполнит в твоей жизни. Потому что вера, она всегда говорит, я веровал, потому... Говорил, вера без дел, она мертва, и начни делать то, что Бог предназначил тебе исполнять. Потому что некоторые говорят, нет, это невозможно, слушай внимательно. Если тебя просят что-то, ты и делай это. Но послушай, делай то, что Бог предназначил. А Бог предназначил тебе славу. И то, что делаешь ты, оно всегда будет славным. И то, что ты будешь выполнять, всегда будет благословенным. Посмотри на свою жизнь. Давайте встанем все. Если пастырь говорит, уже заканчиваю. Двадцать минут еще, да? Надо успокаивать. Бог благ. Скажи своему соседу, Бог ждет от тебя веры. Его веры, которую Он дал тебе. Он ждет от тебя. Не твоей веры. Потому что ты можешь веровать, что ты царь без Бога. Как Павел говорит, о, если бы вы на самом деле царствовали. Чтобы и нам царствовать с вами. Потому что некоторые, я царь, я царь, я царь. Ну, царь, царь. Здравствуйте, господин. До некоторых вещей нужно дойти. Давид стал царем, когда его помазали. Правда? Кто из вас знает это? Бог дал ему силу, чтобы это помазание работало. Но когда он по-настоящему стал царем, когда в его жизни это исполнилось, через многие страдания. Я вам хочу сказать, в твоей жизни Слово Божье производит изменения и перемены, метаморфозы, пока ты не изменишься, пока ты не станешь другим человеком, иным человеком, новым творением. Кто-то говорит, я все, женюсь, замуж выхожу. Над некоторыми до сих пор Бог работает. Стоп, 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 стоп. Остановись. Знаешь почему? Потому что ты со своей верой развалишь даже ее жизнь или его жизнь. Надо вера Божья для дела Божьего. Я верю, что есть браки, которые созданы Богом. И когда вы живете и исполняете вместе волю Божью, о, я верю, что Бог благословил Адама и Еву, плодитесь и размножайтесь, и это было благословение. И дети должны у них быть благословением. Бог вложил эту силу в них, но произвелась другая работа. Слушай внимательно, мы можем видеть в своей жизни многие вещи, многие изменения, перемены. Бог работает просто надо мной. А ты не знаешь, что у тебя семьи не будут. Ты должен исповедовать. У меня самая большая семья, у меня самый лучший дом, самое лучшее все будет. Но делай, дело Божье. Аминь. Потому что все остальное приложится. Имей веру Божью. И первое, то, что нужно сделать, нужно отриться от своих желаний. Нужно ради Иисуса Христа оставить все. Ради познания Его, Его воли. Оставь все. Просто надо сказать, я хочу, чтобы Иисус вошел в мою жизнь и изменил меня. Тебе нужно это сегодня. Завтра может уже и не быть. Знаешь, откуда я знаю? Потому что Бог предназначил тебе славу. Бог предназначил тебе небеславие. Он предназначил тебе силу. Он дал тебе свободу. Поверь это. Если ты желаешь, я буду молиться вместе с тобой. Тебе нужно сегодня просто покалиться и сказать, Господь, прости меня, что я ходил своими путями. Мне сегодня нужна твоя вера. Подними свою руку, я буду молиться вместе с тобой. Если желаешь, я жду. Если желаешь, Аллилуйя. Давайте склоним голову. Господь Иисус, я прошу тебя, коснись каждого здесь, на этом месте. Дай нам исполнять твое слово. Пускай твоя вера будет нас, пускай твои чудеса будут нас, пускай и Твое Слово, оно будет сильным у нас. Изменяй нас, Господь, так, как Ты желаешь, Господь, чтобы мы принесли плод, и плод наш пребывал, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда, Иисус. И мы просим Тебя, благослови нас, благослови нас на тех путях, Господь, которые Ты предназначил для нас. И дай нам всегда видеть Тебя. Дай нам всегда веровать, Господь. Дай нам всегда исполнять то, что Ты хочешь, Господь, от нас. Прости, Господь, где мы не исполняли, Господь, Твою волю, шли своим путем, имели свою веру, свое представление. Мы сегодня хотим иметь Твою веру. Спасение этого города, спасение людей, Господь. Во всем, что Ты делаешь, Господь. Господь, я прошу Тебя. Я верю, что не программы исцеляют, не программы изменяют, а Ты. Я прошу Тебя, пускай Твое исцеление придет на эту землю, на этих людей, Господь, на эту жизнь, Господь. На каждого из нас, Господь, благослови. Мы нуждаемся в Тебе. И мы славим Тебя, великий Бог, великий Царь, Отец, Сын и Бог Святой. Аминь. Аминь. Я скажу, что начни делать дело Божие. Начни делать дело, которое Бог предназначил тебе. Начни делать. Если Бог сказал пройти определенный этап в твоей жизни, кому-то Бог сказал, пройди реабилитацию. И ты знаешь, в сердце своем пройди. И ты не прошел до конца. Ты не прошел до конца. Знаешь, почему? Пока ты не пройдешь. Каждый раз будешь возвращаться на один и тот же круг. Это для того, чтобы ты стал в вере Божьей. Кому-то Бог сказал, слушай, начинай служение, а ты, да, пускай кто-то другой начнет. Я пошлю к другому, я так говорю. Знаешь, как я вот таким вот кругом. Пока я не сказал, все, я, я тот, которого ты избрал. Скажи, я избрал. Это подарок. Подарок, который ты должен пронести. Это сложно. За это надо страдать. И нам так не хочется этого. Но, послушай, мы страдаем ради других вещей. Ради удовольствия, еще чего-нибудь. А тут ради дела Божьего. Пострадай. Нормально. Не поспи. Побудь, прибудь. Понимаешь меня? Пострадай. Но сейчас, вот состарюсь чуть-чуть, и буду страдать. Скажи, время. Пришло время. Для труда Божьего. Аминь. И скажи, я теперь свободен. Мне нравится, как орлы поднимут крылья. Потеку и не устрою. Пойду и не устрою. Аминь.